Это только один палец будущей космической руки манипулятора. На его создание ушло полгода. Ученые научили его чувствовать, когда к нему прикасаются и даже различать с какой силой. Все благодаря так называемым волоконно-оптическим датчикам. Они расположены внутри пальца по всей его длине. Соответственно, у него есть чувствительные зоны. Они находятся в районе каждого сустава, ну и соответственно на подушечках пальцев. Можно продемонстрировать принцип работы. Сгибаем палец в суставе и видим изменение сигнала. Такой чувствительной искусственной кожи интересуются чаще всего в медицине, например, для создания протезов. Однако самарские ученые уверены, технология незаменима для космоса. С помощью руки робота можно ремонтировать космический корабль, не выходя в открытый космос. Над такой системой и трудятся в этой лаборатории. Человек должен чувствовать то усилие, с которым робот захватывает детали и что-то с ней делает. Вот когда человек, уже одетый в соответствующий экзоскелет для управления роботом, будет получать обратную связь, он практически сливается с роботом и он уже начинает адекватно и хорошо выполнять поставленную задачу. Вся рука будет готова не раньше, чем через два года. Работа очень кропотливая, говорят ученые. Этот прототип напечатан на 3D принтере. Оригинальная же рука будет сделана, конечно, из металла, чтобы смогла выдержать суровые условия открытого космоса. А первый робот с самарской умной кожей должен полететь на МКС уже в 2020 году. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.